Здравствуйте, это Vivo Telecom и мы продолжаем вас знакомить с интересными новинками и изделиями в сфере радиосвязи. Вот сегодня познакомим вас вот с такой странной конструкцией антенной. Производство у неё Guangzhou Troyes Communications Company. Так, сейчас я вам дам прочитать. Называется антенна сама HIS DC143. Максимально подводимая мощность у неё 20 Вт и работает она в двух диапазонах. Соответственно, 144-430. КСВ заявляется меньше полутора. Но сейчас мы это всё проверим. У нас версия с разъёмом BNC, но существуют версии, соответственно, с ESMA-вилкой и с ESMA-розеткой. То есть и на Бауфенге, и на все станции она может подойти. Почему мы эту антенну взяли? Потому что действительно мы такой конструкции ещё ни разу не видели. Ну и хотелось проверить её эффективность именно. Произъёмчик. Как я уже сказал, BNC в данном случае никаких настроечных элементов у неё нет. То есть она вот такая в сборе никак не настраивается. Сейчас давайте тогда, ну, пожалуй, я взвешу её для интереса. Посмотрим, сколько она весит. 42 грамма. Но вот по ощущениям, да, не снимая графиков, ещё работает, она не особо эффективна. Выглядит, конечно, странно. Множество можно придумать аналогий, что это за антенна. Например, в бадминтон играть ей, да, возможно. Но эффективность давайте сейчас посмотрим. И в диапазоне 140, и в диапазоне 430. Так, график в 140 МГц мы сняли. То есть 135-175 у нас общий диапазон. И есть у нас минимальное значение. Так, ну оно чуть ниже любительского диапазона, на 143. Так, и смотрим. 1,44, 42,9 сопротивление. Ну, то есть она не на всей полосе работает, но всё-таки меньше полутора действительно есть у неё значение на 143 МГц. Так, теперь смотрим в 400. Так, теперь в 400. Здесь ситуация, конечно, похуже. Производитель обманывает, что где-то есть тут полтора. Ну, в смысле меньше полутора КСВ, нигде здесь его меньше полутора нет. Но вот минимальное значение где-то начинается на 446, то есть на полимар-частотах. И у нас тут 2,2 сопротивления, 25 до Ом. Так, ну и вот здесь давайте посмотрим. 2,1, 25,6 Ом. Ну, то есть в 400 МГц она, конечно, не очень эффективна. Так, давайте сейчас попробуем ещё попринимать тогда на неё что-либо. Но, в общем, конструкция интересная, но эффективность её слабенькая. Тем более, что, конечно, если вы где-то на людях будете её использовать, это будет выглядеть интересно и привлекать внимание лишнее. Стоп. Ну что, наверное, с этой антенной тогда на сегодня закончим. Кроме внешнего вида, ничего хорошего в ней, к сожалению, нет. Всегда есть надежда на то, что произойдёт какое-то чудо, но, увы, увы, только необычная конструкция, эффективности никакой. Всё, у кого вопросы есть, или кто, может быть, использовал такие антенны, либо ещё какие-то необычные конструкции, пишите в комментариях, будет интересно почитать, посмотреть. Подписывайтесь на канал, кому видео было полезно или интересно. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.